всем привет сегодняшний выпуск посвящен обновленному плагину plexus версии 3 его список изменений достаточно большой и сейчас мы посмотрим на него подробнее обзор для plexus предыдущей версии то есть 2 вы можете посмотреть по этим ссылкам на экране или в описании к ролику на ю тубе ну и самое первое что вы заметите как только примените плугин что у вас отобразится новая панель в которой вы сможете добавлять геометрию эффекторы рендеры в общем все что мы делали раньше вот в этой части экрана теперь они вынесли это в отдельную панель например мы можем примитивы всякие эффекторы создавать и по идее как видите список здесь увеличивается и когда мы будем выбирать здесь объекты то в стандартной панели эффектов вроде как бы лишние будут исчезать ну вроде это поудобнее но например я заметил что если создавать группы то группы можно как назначать например вот здесь или перетаскивая в меню панелей как видите я группу назначил но здесь не обновилась если вот я сейчас выберу этот слой второй раз то как видите он обновился то есть с группами работает не всегда как бы ну в реальном времени не обновляется вот сейчас вот обновился если я буду здесь назначать то здесь вот нормально все появляется но руками как видите не обновляется ну еще помимо того как вы здесь выбираете внизу постоянно раскрывает этот список меня честно говоря это уже достало потому что вот если у вас тут много слоев это все время бутерброд разъезжается слоев и ничего не видно то вся анимация синхронизации с кадрами допустим других слоев она ну короче сами видите мне например это не понравилось совершенно ну и потом для каждого слоя это соответственно вот можно плексус теперь не просто из меню эффектов выдирать но и с помощью этой панельки назначать для каждого но ведь он уже открылся слой вниз уехал мне нужно скрывать выделять второй слой ветер для каждого слоя свои собственные наборы как будто этого слоев слоя ну блин опять но неудобно совершенно сделали вот так вот продолжаем дальше двигаться по списку значит добавили motion blur вот у меня просто разлетающиеся сфера примитивная увеличивающийся радиус и теперь вот в рендере в самом плексусе можно включить вот этот unified rendering который появился и соответственно видите нету добавили дефо филд может он блю рот например работает он гораздо тормознее по сравнению со стандартным то есть прям тормозит в несколько раз мне показалось когда я несколько слоев сделал с плексусом прям задержка была достаточно сильно заметно это касательно unified render а вот в общем motion blur появился добавили возможность удалять те точки и вообще элементы которые находятся например за пределами карты глубины карта глубины то такая вот штука соответственно как будто вот объект расположен в тумане и например вот смотрите у меня есть элемент 3d и есть его карта глубины соответственно если мы просто плексус накладываем на элемент 3d просто один слой поверх другого оказывается и никакой разницы нет поэтому мы можем в плексусе просто в рендере опять вот этот unified нужно включить выбрать эту карту глубины и он удалит те объекты которые как бы попадают в зависимости вот от этой карты глубины и соответственно сами видите что получается как будто эти два разных эффекта которые считаются независимо друг от друга как будто вот они пересекаются естественно можно использовать не только карту глубины из элемента 3d но и из любого 3d редактора то есть вообще для композа того что вы например отрендерили в синеме можно плексус вот сверху накладывать и он будет обтекать и закрываться объектами которые находятся перед ним по отношению камере появился эффектор звука который позволяет создавать вот такие вот искажения положение частиц зависимости от звука который вы ему назначаете выглядит это вот так ну у нее там есть всякие амплитуды количество движений в начале в конце все это вот делается как бы разными параметрами мне почему-то не удалось его работать заставить с обычными примитивами которые вот например я плоско сделал работает он только с путем и если использовать репликатор тогда у него вот задержка по времени вот этот работает который позволяет создавать типа спектра вот эти вот всякие плавные переходы иначе ну он просто ну не то что макароны но просто как бы воспринимает целой линии сразу секциями просто поднимает их на одно и то же значение не знаю честно говоря меня он чуть как-то не очень вдохновил как-то он не интуитивно слишком работает настройками достаточно странные и почему-то вот нельзя у него заставить его работать с обычными примитивными либо я не понял как так же теперь в качестве геометрии можно использовать нулевые объекты и не обязательно преобразовывать их в источники свет как мы делали раньше поэтому вот он между ними спокойно обрабатывать прям автоматом и все вот подхватывает и в реальном времени рисует всю эту сетку добавился тип геометрии типа слайсер который позволяет проецировать одну геометрию на поверхность другого вот есть сфера это отдельный слой со сферой есть значит паф ну мапа маски просто овальные и соответственно слайсер который в настройках указывает что с этого слоя на другой слой ну и вот на его поверхности как бы спроецировались эти точки не знаю почему слайсер называется больше подходит на самом деле для смысл по смыслу как проекции ну и соответственно вот можно крутить я не как бы тоже двигаются вместе с геометрией мне показалось достаточно странным что это выносится в отдельный слой меня ну сами видите у слайсера здесь назначаются слои они как бы не группы и не области ну как вот по лексус сам себя обрабатывает поэтому например в одном слой это сделать невозможно соответственно вот эти вот точки которые слайсер делает они находятся уже не в трехмерном пространстве а как бы отдельным слоем и всегда будут соответственно закрывать вот те объекты которые расположены под ними хотя по идее там они бы могли находиться в общем пространстве этой глубины они как сейчас но так вот почему-то сделано то есть вот видите например красные точки закрывают белые точки которые находятся на самом деле ближе камер ну скажите ну перенесите слой я его перенесу но тогда те самые дальние точки они начинают перекрывать все красные и вообще короче вот так пока все это и работает работа с трехмерными объектами которые вы можете экспортировать из какой-нибудь программ трехмерного моделирования немного изменилось если раньше мы в плексусе подгружали файл непосредственно в сам плагин указывали где этот путь к файлу где он находится то теперь мы должны объект импортировать в проект положить его в композицию и когда создадим вот геометрию оба дж соответственно вот здесь вот мы должны указать этот слой и вот видите та самая поверхность из синемы она вот здесь вот оказывается и еще добавили такую возможность когда у нас камера приближается к объектам то они обычно есть 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 а потом резко исчезают потому что переносится за камеру вот в том самом юнифай рендере есть возможность также как и например в тропкодовских плагинах объекты чтобы плавно теряли свою прозрачность зависимости от расстояние вот эти расстояние для дальней и для ближней дистанции соответственно когда вы тормозит правда все это как видите когда вы приближаетесь к объекту они не просто вдруг исчезают а плавненько плавненько теряют свою прозрачность ну и где-то там в глубине по идее тоже должно вот на расстоянии там 25000 тоже происходить подобная же операция тормозит правда вот вообще прям работать прям в несколько раз неудобнее становится только вот при включенной этой галочки но зато это тоже кстати нововведение здесь вот всякие штучки добавились которых я ранее говорил в общем еще одно как бы достижение этой штуки то что теперь вот объекты со включенной этой опцией правильно располагаются в буфере глубины самого плагина например если тут вешать по intel линии и все такое прочее то они будут рендриться типа правильно они просто накладываться поверх вот каждого рендера друг на друга ну из таких не совсем впечатлительных эффектов что-то улучшили в тока генерируется по пути точки вот simless beam сделали более гладкий ну и что-то вот там для композиций которых включен колеб трансформейшн типа теперь это более правильнее обрабатывается они как просто вложенные композиции ну не знаю на самом деле я как-то не особо врубился что имеется там виду меня ничего не впечатлило а вот для шума добавили параметр который позволяет создавать зацикленные композиции вот у нас есть сфера на нее вешаем эффектор но и за шума и у него появилась галочка loop evolution то есть мы например делаем анимацию вот этот noise evolution от 0 до 360 ну или единицы то есть полный оборот происходит не забыть его включить если мы эту галочку выключим то как видите первый и последний кадр они разные то есть это нельзя будет зациклить а если мы включаем эту галочку то первый и последний кадр абсолютно одинаковые соответственно вот это вот анимации который быть просчитана она будет повторяться вот циклом по сколько метод 5 секунд она будет ее можно друг за дружкой ставить она до бесконечности будет крутиться вот это на мой взгляд криво потому что помнится я что-то такое делала мне приходилось там с прозрачностью выкручиваться а здесь вот производитель молодец сделал все это сам ну и наверное последний вопрос который меня интересовал как видите я вот создал текст на текст скинул плексус включил этот паф объект и меня всегда вот интересовал я уже не раз про это делал урок то что красивый текст вот в этих местах как видите не получается распределить точки равномерно то есть например по большому периметру точек мало а внутри их достаточно много и то же самое касается для буквы п ну и вообще выглядит некрасиво потому что количество точек она получается достаточно разное ну и ничего подобного я тут так и не обнаружил если хотите посмотреть вот этот урок в котором я пытался решить подобную проблему и получить красивый равномерный текст с помощью плексуса правда не обошлось без танцев с бубнами но его правда еще написано что он добавил репликатор соответственно текст не помню можно ли это и было раньше делаться но всякие такие вот штуки теперь можно создавать в общем вот таким вот оказался новый плексус свое мнение об обновлении оставляйте в комментариях если видео вам понравилось обязательно поставьте лайк и если еще не подписались на канал то тоже подписывайтесь всем пока